В торжественной линейке приняли участие ученики 5-й гимназии, ветераны Великой Отечественной войны и Трудового фронта, сотрудники городской администрации и просто неравнодушные жители города. Позади уже дальние дали, годы будто в тумане видны, и давно уже взрослыми стали, внуки тех, кто вернулись с войны. В нашем районе 220 мемориальных знаков и памятников воинской славы. Из них 26 находятся в городе Одинцова. Это 5 воинских захоронений, 8 памятников обелисков погибшим землякам, 10 мемориальных досок и 3 памятника мемориала. У каждого из них в ближайшие дни пройдут митинги. По сложившейся традиции череда памятных мероприятий начинается в Одинцово у мемориала славы с вечным огнем. На нем высечены имена 233 человек, погибших в годы войны и захороненных в братской могиле. В той войне всех времен и веков шли солдаты на смерть, покидая родительский дом. О биографии нашей землячки гвардии старшины медицинской службы Любови Новоселовой, в честь которой названа одна из улиц города, школьникам рассказал Михаил Солнцев. Жившая в городе Одинцово, мечтающая, закончив школу об учении, о семье, о любви, о материнстве, но она пошла на фронт. Была медсестрой в партизанском отряде, потом она была в действующей армии, спасла не одну солдатскую жизнь. Ребята подготовили тематический творческий номер. Они продемонстрировали не только хорошие вокальные способности, но и актерское мастерство. Ветераны не могли сдержать слез. Только девочки, дочки, у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской. После минуты молчания участники акции возложили цветы к вечному огню. Милая Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Милая Тарасевич, Станислав Трифонов.